Вот не дотягивать немножко до статуса суперзвезды, от него уже всегда ждут каких-то чудес. А вот это вот, кстати говоря, момент очень опасный и пенальти. Пенальти назначает арбитр этого матча Кирилл Левников. Причем такое ощущение, что он ждал подсказки от своего ассистента, потому что определенная пауза все-таки была, и сейчас Левников под сумасшедшим прессингом игроков Спартака, которые потом бегут как раз к помощнику, то есть действительно мы пришли к верному выводу. Да, нам показывают Пускуата, а мы лучше сначала посмотрим повтор. Вы знаете, до штрафной или в штрафной? Нет, сначала главный вопрос заключается в том, был ли там фол? Был ли там фол? Ну а как? И Левку типа в мяч не играет, это точно. А Пускуату оказывается на газоне. Бурные протесты футболистов Спартака тоже понятны. Но интересный момент. Ну там не было такого откровенного, да, стыка, не было откровенного удара по ногам, но не было и игры в мяч. Все это происходило действительно в штрафной, тут спорить сложно, но явно футболисты Спартака доказывают Левнику, что там не было никакого нарушения правил с их точки зрения. Ну что ж, пока не было ни одного удара по воротам Артема Реброва, и вот теперь прекрасную возможность получает Йоанн Мало, который в прошлом матче против Томи забил сразу два мяча. Французский легионер Крыльев Советов, который после предыдущего матча как раз признался, что он не прочь поиграть за сборную России, может открыть счет в матче с лидером. Ну и Артем Ребров блистательно провел матч против Терека. Много раз Спартак выручал. Что будет на этот раз? Разбегается Йоанн Мало, налосит удар и прямо в угол укладывает мяч. 1-0. Крылья Советов выходят вперед в этом матче. И тут уже нужно будет нам с тобой, Ром, вспоминать, когда в последний раз Спартак проигрывал по ходу встречи, когда удавалось отыграться. Потому что я вспоминаю матч с Уфой, но тогда Спартак отыграться не сумел. Не удалось. В конце первого тайма, да. И дальше вот уже действительно нужно обращаться к статистике. А дальше Спартак просто никому не проигрывал. Да, все-таки, когда счет 0-0, это одна ситуация. Вот еще один повтор. Вы знаете, это, я бы так сказал, не стопроцентный пенальти с моей точки зрения. Так, ну поскольку я увлекся изучением статистики, честно говоря, последний повтор пропустил. Но в динамике, ведь мы с тобой наблюдали этот момент, да, показал, что Кутепов как-никак все-таки помешал. Футболистов крылья в этой ситуации. Но действительно есть ощущение того, что ты очень правильно сформулировал. На мой взгляд, это, может быть, не стопроцентный пенальти. Ну что ж, эпизоды дискуссионные в каждом матче. Важно, да.